привет всем я филиппов алексей сегодняшнее видео будет интересно тем кто работает в программе apple life где создавать диморф инструмент по типу битвиговского я думаю что практически все пользователи и битвы лайфта и вообще многие ждали программу битвиг и этом долго делали наконец-то сделали она вышла там попробовали кому-то понравилось кому-то нет я для себя нашел что мне здесь не очень удобно работать но и в лаве привычней но интересно мне здесь показался вот такой вот инструмент x в инструмент то есть это такой инструмент при помощи которого мы можем создать морфинг четырех пресетов либо четырех различных инструментов вообще например интересно с басами закидываем игра получаем получаем такой вот интересный переход из одного пресета в другой что выберем лайф нельзя было сделать но сейчас мы попытаемся восстановить справедливость и сделать то же самое в той программе в которой нам привычно работать создаем пустыми дорожку закидываем туда любой инструмент точно также давайте бас и нам нужно создать четыре дорожки значит мы группируем фонтал ком g и а сразу закинем закидываем сюда четыре разных пресета я закидываю несмотря поэтому результат может будет не очень хорошим нажимаем арм и как играть все четыре инструмента для того чтобы реализовать их свой нам понадобится инструмент max for life x white под данный инструмент входит в пакет в пакет в пакет в макет в которую если у вас стоит ребят вилитон у вас активирован качать и стати что теперь нам нужно сделать теперь нам нужно замапить вот по горизонтали и по вертикали для того чтобы здесь у нас был допустим 1 2 3 и 4 пикет давайте сразу и переменную един два три четыре как нам это сделать открываем вот здесь вот вкладку чей выделяем все зажимаем shift для растягиваем теперь мы делаем следующее вот это вот макин на 1 макро нажим называем его пиксел я люблю выделять светом так получаем вот движется ползунок при проигрывании все пресеты играют одновременно теперь что мы делаем мы берем и делаем управление по громкости то есть при переходе сюда громкость трека вот этой дорожки будет падать и ставим его положение 127 положение 126 чтобы в крайнем положении он не звучал совсем то же самое делаем с третьим потому что они у нас будут располагаться 1 3 на одной линии то есть при переходе при переходе от этой точки в эту давайте сразу замапим в эту ручку вот сюда при переходе отсюда ползунок и увидите выходит сюда и вот в этой точке данной бесед звучать не должен ставим 26 здесь точностью до набора ставим на единицу то есть что мы имеем у нас видите постоянно звучит 24 точно так же как здесь звучит 1 и теперь нам нужно настроить вертикальную составляющую для этого нам понадобится инструмент утилити закидываем на каждый канал по утилити так и настраиваем на макро 2 громкость значит вот у макро 2 все и макро 2 и макро 2 сюда же y теперь что умеем при перемещении у нас видите двигается громкость теперь мы получается так что мы можем слышать только в верхнем положении и в значении плюс 35 которое откровенно у нас не устраивает нам нужно сделать следующее нажимаем здесь мак и настраиваю минус 35 максимальное значение 0 0 0 0 0 теперь же что мы слышим при подъеме опять мы слышим то же самое играет верхней точке только 2 только 2 теперь нам нужно сделать так чтобы мы слышали только один бесед нам нужно значит на третьем поставить поставить здесь 0 здесь минус 35 минус 35 меньше мы не можем то же самое сделать на четвертом 0 минус 35 теперь мы получаем следующую картину здесь вы видите звучит 3 1 2 вы помните 3 4 звучит 3 но немножко прорывается 1 да и чтобы убрать из нижнего положения ненужный звук данном случае сигнал с первого канала скажите его еле-еле но его все равно слышно потому что потому что максимально низкое значение которое можно бросать при помощи утилити это значение значение 5 компрессор вы видите тоже имеет минус 35 поэтому все равно будет прорываться и теперь для того чтобы этого не происходило на каждую дорожку мы закинем гейт 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 при помощи инструмента гейт мы выставляем значение которое которое выше которого звук у нас проходит в нижнем проходит при регулировании вот это ручки крешхолд теперь нам нужно выстоять такое чтобы в нижнем положении звук не проходил но как только мы начнем поднимать наше значение двигать по вертикали либо по горизонтали в зависимости от 1 3 или 2 4 звук начинал появляться вот видите немножко прорывается это минимальное значение при поднятии звук который не пересекает эту линию не звучит как только мы начинаем его поднимать он сразу появляется теперь копируем его на все остальные дорожки приезжав клавишу control или option на маке и пробуем что получилось здесь сеты может быть не самое подходящее немножко тихо вот вы видите происходит тот же самый морфи пресетов необязательно использовать один аналог мы можем закидывать на инструмент на наши каналы совершенно любые каналы теперь что нам остается сделать нам остается собрать в одну группу теперь мы называем его нажимаем сохранить и он у нас появится в инструментах инструмент трек я здесь уже сохранил до этого с пустыми каналами для того чтобы можно было просто закинуть и все же работало вот закидываем имеем вот такой вот девайс так скажем который можно закинуть басами данный девайс интересен при работе с басом и с педами да в принципе можно с чем угодно его сделать с чем угодно настроить точно так же по той же самой схеме как видите все не очень сложно можно сделать и не инструмент рак а эффект рак точно то же самое которое у вас потом будет аудио эффект реки все всем спасибо данный рэх вы можете скачать по ссылке которая будет ниже все всем всех глав я делаю я все своего союза с до до